Сегодня стали известны подробности пресечения крупномасштабной коррупции в сфере здравоохранения. Комитет госбезопасности обнародовал выявленные факты взяточничества при закупках лекарств и медоборудования. По данным КГБ, поставки медицинских препаратов и техники шли через цепочку многочисленных фирм-прокладок, связанных с должностными лицами. Добросовестные поставщики не всегда допускались к работе. В результате стоимость и лекарств и оборудования завышалась до 60%, а в отдельных случаях в два раза. Разница шла в карман коррупционеров. Задержаны более 50 человек, 33 из них – должностные лица. Должностные лица системы здравоохранения получали взятки за решение вопросов, входящих в их компетенцию. Разовые незаконные денежные вознаграждения доходили до 10 тысяч долларов США, а отдельным должностным лицам – до 350 тысяч долларов США за один раз. За совершение преступлений, предусмотренных статьей 430 получения взятки, 431 дача взятки и 243 уклонения от уплаты сумм налогов и сборов, задержаны, заключены под сражу, а также применены иные меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего более 50 человек. Фактически все они вину признали и сотрудничают со следствием. Среди задержанных за систематическое получение взяток и директор Белнеттехники Александр Шарак. На ваших экранах кадры обыска в его гараже. Там в тайнике обнаружено наличных на сумму более 620 тысяч долларов. Также задержаны директор Центра экспертизы испытаний здравоохранения Александр Столяров, начальник главного управления здравоохранения Грудинского обл. исполкома Андрей Стрижак, а также начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Гиськов. В результате обысков и добровольного возмещения ущерба в доход государства уже поступило более 15 миллионов долларов. Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются. Подробности громкого уголовного дела сегодня в Панораме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова